Одна из разоблаченных группировок в составе трех человек в течение четырех месяцев занималась незаконной организацией горного бизнеса в Туркестане. В результате опер-мероприятий было выявлено пять игровых залов, откуда конфисковано около 50 игровых аппаратов. Данная организованная преступная группировка, состоящая из руководителя, кассира, кассира-оператора, тщательно подбирала кандидатуру работников для игорных заведений и привлекли около 20 лиц в качестве охранников и дилеров. В результате проверок свидетельствует, что незаконный доход указанной сети игорных заведений составлял от 70 до 100 миллионов тенге в день. В отношении членов этой группировки возбуждено уголовное дело по 269 статье Уголовного кодекса. Все члены группы сейчас арестованы. Другая преступная группировка действовала на протяжении шести лет. Группа насчитывала 10 человек. Создав несколько лжепредприятий, внося ложные сведения в налоговую отчетность, преступная группа нанесла бюджету ущерб в особо крупном размере. В ходе проведения оперативно-радостных мероприятий сотрудниками департамента выявлено около 20 лжепредприятий, оформленных на близких родственников данной группы или же на подставных лиц, некоторых из которых в настоящее время нет в живых. Сумма причиненного ущерба на сегодняшний день составляет более 15 миллиардов тенге. По этому факту было возбуждено уголовное дело по 235 статье Уголовного кодекса. Пока в отношении рядовых членов группы решается вопрос о мере пресечения. Руководитель группировки Бесеев объявлен в розыск. Даня Архудайбергенов, Антон Семенов, Ербол Макашев. Информационная служба телекомпании ОТРАР.